Аю, с вами Трэнди, и сегодня я вам расскажу о самых адекватных и рабочих способах покупать игры на Nintendo Switch и не только. Начиная с самого простого, с которым справится абсолютно любой, вообще без заморочек и всяких вниканий в детали. И заканчивая самым замороченным, не стопроцентным, не всегда рабочим, но самым выгодным. Во-первых, что нужно понимать с Nintendo Switch? Там закрытый e-shop, в нем покупать вообще никак нельзя, от слова совсем. Ты там даже уже купленные игры скачать не можешь. Так что во всех следующих случаях тебе нужно сменить регион. Я вам даже больше скажу, если вы будете брать игру на картридже, тот же ЭЦ коллекшн или, например, Скайрим. Вам в случае с Ассасином придется докачать две недостающие части, которых нет на картридже. Или русскую озвучку в случае со Скайримом, и таких игр много. Самое простое и удобное решение это регион США. Там в e-shop английский язык, не запутаетесь в менюшках, если захотите скачать свои игры. И если что-то решите покупать, то там часто одни из самых приятных предложений по скидкам. Ну и доллар, понятная валюта, примерно можно сориентироваться, сколько нужно отдать рублей, чтобы купить игру. Сейчас я вам покажу, как это делается в пару кликов. Чтобы изменить регион на своем Nintendo Switch, нужно зайти на сайт Nintendo, можно на Nintendo.ru. Потом в правом верхнем углу нажимаем на иконку своего аккаунта. Дальше в настройке. Тут у нас профиль, изменить. Тут мы выбираем страна, регион, Соединенные Штаты Америки. Сохранить изменения. Тут важный момент, золотые очки, которые есть у вас на аккаунте, они останутся в регионе России, вы их никуда не потеряете, но в регионе США вы их использовать не сможете. А еще важный момент, если у вас были денежные средства на аккаунте Nintendo, то они сгорят. То есть, если вы использовали карты оплаты, и у вас остались какие-то рубли на счету, то они пропадут безвозвратно. Если ничего такого нет, нажимайте Я принимаю. И, собственно, все, вы сменили регион, и теперь можете заходить заново со своего Nintendo Switch в Ешо. Ну и после того, как вы знаете, как это делается, мы можем перейти уже к конкретным решениям. Блин, вот сейчас сижу, монтирую, и решил на всякий случай в самое начало, то есть записать для удобства, просто для понимания, я иногда называю цены на момент записи ролика. То есть, сейчас они могут меняться, так что переходите там по ссылочкам, проверяйте, какие цены сейчас. Начнем, пожалуй, с самого простого, автоматизированного варианта, без заморочек, доступного всем, да еще и по нормальным ценам. Все зависит, как вы понимаете, от курса доллара, и этот вариант наш телеграм-бот. Как это все выглядит? Вы вот примерно вот так вот заходите в бота, у вас сразу же автоматически срабатывает команда старт, и вы видите стартовое меню. Интерфейс максимально простой, не перегруженный. В разделе хелп, есть ответы вообще на все вопросы. Где смотреть скидки, как менять регион, как активировать коды, как покупать игры, как проверять наличие русского языка. От и до, как текстом, так и видео. Вся вот эта информация абсолютно бесплатная и доступна абсолютно всем. Если вы захотите заморочиться и воспользоваться другими способами покупки, вы в любом случае можете зайти в бота, воспользоваться вот разделом хелп, посмотреть все инструкции и действовать дальше по ним. Пример инструкции по смене региона вы уже видели. Если вы хотите увидеть цены, которые есть в этом магазине, нажимаете прайс лист, и у вас выкатывается, собственно говоря, этот прайс лист. Цены сейчас на экране, на момент съемки видео 10 долларов, стоят 932 рубля. Кто-то может сказать, ты что офигел, доллар по 72, ты нам продаешь по 93, это вообще не порядок. Но сразу скажу, у нас одни из самых низких цен, а с оплатой российской картой, моментальным приходом кода, полностью в автоматическом режиме, без каких-либо заморочек, это вообще самая низкая цена на рынке. Давайте, чтобы не усложнять ролик, просто покажу цены на момент записи ролика, вот курс USDT на момент записи ролика, вот цена карты, если вы захотите заморочиться и сами купите ее в первоисточнике, вот цена в нашем боте. То есть, сами видите, если вы будете покупать в первоисточнике, вы отдадите 926 рублей, у нас в боте 932 рубля, то есть переплата за максимальное удобство, комфорт и скорость 6 рублей. Теперь вы спросите, как же купить эти карты, для этого мы выполняем команду купить карты Nintendo eShop. И тут мы видим, опять дублируется у нас прайс, и тут мы можем выбрать номинал, который мы хотим приобрести, например, те же 10 долларов, выбираем, и он спрашивает, сколько карт мы хотим приобрести. Выбираем, например, одну карту, и он спрашивает, вы реально хотите приобрести эту карту, да, нет. И вы нажимаете да, и вам моментально приходит ссылка, которая действует 10 минут. Вы по ней переходите, и тут у вас стандартная форма, как в любом интернет-магазине. Это оплата через Kiwi. Можете заплатить со своей банковской карты, любой, либо можете воспользоваться Kiwi кошельком. Как создать Kiwi кошелек, тоже есть в ответах на все вопросы. Но вы спросите, вот если я тупил и вводил свою карту дольше 10 минут, сначала где-то искал, потом еле как ввел, нажал оплатить, и вот 10 минут прошли, мне что не придет карта? Нет, не беспокойтесь, тут все полностью автоматизировано, и возможность ошибки исключена полностью. То есть в момент, когда вы нажимаете да, под вас автоматически резервируется карта оплаты, и приходит ссылка. И сформированный счет действует ровно 10 минут, по истечении 10 минут у вас просто не пройдет оплата, и придет автоматическая отмена. И карта, которая была под вас зарезервирована, уйдет из резерва. А соответственно, вам заново нужно будет создавать счет. К чему я это так долго рассказывал? А к тому, что вероятность человеческой ошибки полностью исключена. То есть, если у вас прошла оплата, то вам обязательно моментально пришел код. Никаких других вариантов быть не может. Если оплата не прошла, код не пришел. Если вы не успели, завтыкали, или передумали покупать, то просто вам не придет код, и все. И деньги с вас, соответственно, не спишутся. Вообще, карты в наличии есть всегда, если вы только за ночь их не разберете, пока мы спим, но когда мы проснемся, они опять появятся в наличии. Если вы видите, что в наличии карт нет, то попробуйте сделать запрос через 10 минут, возможно, кто-то зарезервировал, но не оплатил. И когда я говорил, что коды приходят моментально, это не 1-2 минуты, а это максимум 10 секунд, пока прогружаются страницы. После того, как вы получили код, вы можете активировать его на своем Nintendo Switch или через сайт Nintendo. Все инструкции, опять же, есть у бота. Это был самый простой способ, как получить коды и потом на них купить игры. Проще вообще некуда. Теперь переходим к чуть более замороченным вариантам, один из которых я уже упоминал. Это самостоятельно покупать USDT на Binance, и потом с помощью них покупать карты оплаты на Coinbase. До этого я вам показывал скрины именно с Binance. Это по сути второй по простоте способ, но там, чтобы было выгодно, желательно закупать не по 10 долларов, а хотя бы по 60. И получается, что у вас фулл прайс игра по типу Зельды, да, той же, это я условно говорю, без скидки, обойдется плюс-минус там 5400. И вот такие игры у нас в eShop'е стоили 6100 или 5900, честно говоря, уже не помню, но не суть. Если будете брать у нас, за удобство вы заплатите около 200 рублей, может быть даже 250. То есть сейчас по прайсу, покупая через нас фулл прайс игру, вам она обойдется примерно 5592. Спросите, почему на 10 долларов переплата всего лишь 6 рублей, а на 60 долларов уже аж 200? Да, все просто, как бы на Binance, чем больше закупаешь, тем выгоднее получается. Если вы будете брать там 120 долларов, то вам обойдется это еще дешевле, и еще там плюс-минус 50 рублей сэкономите. Итак, как это работает? Ссылку на Binance я оставил в источниках, просто, честно говоря, не знаю, как отнесется YouTube к таким ссылкам, поэтому добавляю как бы через параслойку. По ней вы переходите, у вас открывается Binance, тут вы сверху справа нажимаете зарегистрироваться, и вот здесь вот вы, получается, регистрируетесь с помощью мобильного телефона или e-mail. Выбираете свою страну, собственно говоря, Россия, потом вы нажимаете create personal account, тут вводите e-mail, пароль и реферальная ID. Собственно говоря, в источниках я оставил именно реферальную ссылку. Суть в чем, сейчас Binance не берет комиссию, потому что там P2P торговля, но потом, когда можно будет там платить с помощью карты, он будет брать комиссию, а соответственно вам придется ее платить. Но я сделал такую ссылку, что вам придется платить на 10% меньше комиссии, и мне придется платить на 10% комиссии меньше. Вот такая вот удобная система. Потом на сайте вы подтверждаете e-mail, потом вы вводите телефон, потом вы подтверждаете свой телефон, ну это обычная регистрация. И после того, как вы попадаете на сайт, вас попросят подтвердить свою личность. Для этого нужно будет отправить либо паспорт, либо водительские права на, собственно говоря, Binance. Проверка занимает где-то от нескольких часов до нескольких дней, смотря какого качества вы там кинете им свои права или паспорт. После того, как ваш аккаунт прошел верификацию, вам нужно будет еще прикрепить туда двухфакторку от гугла, в идеале, вроде это даже обязательно. И после этого вы сможете пользоваться Binance. Ну и соответственно вам должно быть 18+, чтобы попасть на биржу. Сейчас будет запись с экрана, мне просто так удобнее смотреть и рассказывать. После того, как вы проделали все эти манипуляции, вы получаете доступ к Binance и соответственно доступ к бирже. Тут у вас нужно отключить Binance Lite, чтобы получить полный доступ к торговле. Дальше переходим в главное меню, тут у вас P2P торговля, но ее мы пока не трогаем. Здесь мы листаем, просто вниз тянем и переходим в Marketplace. Тут мы выбираем игровые подарочные карты. Дальше мы выбираем регион US, карты всегда в наличии, тут тоже есть. Здесь выбираем Nintendo, но тут еще есть вот Apple Store, Steam, PUBG, Blizzard и куча-куча-куча всего. Тут прям дофигища этих карт, особенно регионы США, там огромный выбор. И вот здесь мы например выбираем Nintendo и смотрим сколько будет стоить карта на 10 долларов. Как мы видим, вот здесь у нас она стоит 10,37,14,54 и так далее USDT. То есть мы понимаем, что нам нужно купить где-то ну плюс-минус 10,5 USDT. Мы возвращаемся обратно на главную страницу и тут выбираем P2P торговля. И тут важный момент, если вы готовы существенно рисковать, вы можете платить с помощью Тинькова, там как бы курсы гораздо приятнее. Если вы не очень готовы рисковать, то лучше платить с Киви, там вроде все поспокойнее. Итак, выбираем способ оплаты, ну например Киви, чтобы было безопасно, но сразу говорю на Тинькове курсы приятнее зачастую. Потом выбираем фильтр, сколько нам нужно 10 долларов, ну там 10,5 это плюс-минус там 950 рублей. Выбираем 950 рублей, кто нам готов обменять. Вот, тут у нас 84,74, нажимаем купить, выбираем за крипто, вводим 10,5 и у нас получается 889,77. То есть пока я записывал ролик, курс немножечко упал и соответственно стало покупать еще выгоднее. То есть вы можете купить себе карту за 890 рублей. Нажимаете купить с нулевой комиссией и после этого вам предлагают его оплатить. Вы этот ордер оплачиваете на другой Киви кошелек, но есть важный момент, если вы будете так несколько карт за месяц покупать, то у вас на Киви еще встанет комиссия 2%, то есть это будет уже не 889 рублей, а плюс 2% где-то 906 рублей встанет вам эта карта, ну если по текущему курсу считать. И получается, если вы будете следить за курсом USDT, искать какие-то выгодные предложения или вообще закупать с Тинькова большими суммами, то вам получится очень выгодно покупать игры. Я думаю, что если с учетом Тинькова покупать им очень много карт, чтобы покупать очень много игр, тогда есть шанс конечно, что вам Тиньков забанят, но тем не менее, так вы сможете сэкономить. С Киви пока вроде вопросов нету, на Киви все более-менее безопасно, но вам придется скорее всего платить 2% комиссию еще за перевод с Киви на Киви, которая включается после скольки-то там операций на разные кошельки. Конечно, мы в боты добавим скоро автоматическую смену цены в зависимости от курса на Бинансе, пока это делается вручную, соответственно, мы не можем так быстро реагировать, что вот цена упала и мы тут же понизили цену. То есть, возможно, вам придется переплачивать и еще чуть-чуть за карты, то есть, как вы видите, это плюс там 30 рублей, да, с 10-долларовой карты. Ну или наоборот, вам повезет, курс пойдет вверх и вы купите там на 30-40 рублей дешевле, чем на Бинансе. Тут такое, у нас как бы вот цена есть, вы за нее покупаете и не паритесь, а тут как бы немножечко нужно заморочиться, и плюс к этому нужно быть 18+, но тут немножечко выгоднее, честно говорю, честно рассказываю. Следующий супер, прям максимально замороченный способ, но невероятно выгодный. Для этого вам нужны вебмани, там все плюс-минус так же, как на Бинансе, то есть, регистрируйтесь с помощью телефона, почты, там все это подтверждаете, потом, конечно же, проходите в верификацию, отправляете им все документы, кстати, на вебмани, чтобы там типа все операции совершать и тому подобное. Там еще надо камеру вот так вот взять, там по экрану типа текст с вот этим договором оферты или типа того, я не знаю, как его бежит, и ты типа смотришь вот так вот в камеру и читаешь вот этот текст, который бежит по экрану, типа зачитываешь, чтобы пройти верификацию. Вот такая вот фигня там еще есть. Может быть сейчас отменили, но раньше тоже была. Короче, не суть важно, там разберетесь сами, потому что там реально дебри. Я устал, пока регистрировался на вебмани, и после того, как вы зарегистрировались на вебмани, вам нужно пополнить внутренний кошелек самих вебмани, и для этого вам нужно перейти на сайт ExchangerMoney. И тут есть несколько вариантов. Вы можете обменять свои рубли на VMZ, это эквивалент доллара только от, собственно говоря, вебмани, с помощью своей карты банковской или с помощью каких-нибудь электронных денег, или с помощью системы быстрых платежей, что самое удобное и зачастую самое выгодное. Выбираем второй пункт, тут выбираем систему быстрых платежей, выбираем VMZ, будем отдавать с вами рубли, и вы просто посмотрите, какой невероятный курс. Если вам нужно обменять совсем чуть-чуть на ту же карту, 10 долларов, или 20, или даже 50, вы нажимаете купить на своих условиях. И тут, соответственно, вы опять выбираете систему быстрых платежей. Тут ставите, ну, на всякий случай, там, прибавляйте несколько рублей, там, 73, например, рубля, курс, вот, вам нужен, да? Если вы немножечко завысите курсы, то вам просто быстрее поменяют. И тут вам нужно получить примерно 12 VMZ-шек. Как это сделать? Тут вы вбиваете в рублях, сколько это будет стоить, ну, предположим, примерно 890 рублей. То есть вы потратите уже, там, не 930 рублей, не 910-20 рублей, а целых 890 рублей. Ну, там даже меньше, на самом деле, у вас VMZ-шки еще, вроде, останутся на кошельке, а может, не останутся. Но лучше, как бы, с запасом немножечко брать. Не суть важен, даже так вы экономите еще, там, десяточку из 10 долларов. А с 50, это будет, вообще, там, рублей, получается, 50. Еще сверху, помимо Бинанса, короче, в некоторые дни можно там вставить курсы 73 и 72. То есть, как он там колеблется, то есть, есть прям вообще сумасшедшие курсы, что можно прям существенно экономить. Но, реально, это надо ловить, улавливать и так далее. После того, как вы получили эти VMZ-шки к себе на счет. Потом вы переходите на плати.ру, в поисковой строке вбиваете Nintendo eShop. И здесь у вас представлены карты, которые можно купить. Вот, мы выбираем те же самые 10 баксов, за которые мы заплатили. Здесь просто нажимаем купить сейчас. И здесь выбираем вебмани. То есть, у нас просит он 11,49 вот этих вебмани и VMZ, которые вы должны отправить. Там 0,8% комиссия и вот плюс-минус там, я вам говорил, где-то 12 долларов получается. И это где-то плюс-минус 880 рублей. Но есть проблема, что на данный момент, когда я снимаю этот ролик, на плати.ру есть всего один продавец, который продает с помощью вебмани. Вот мы открываем, например, карты за 20 долларов купить сейчас. И здесь у нас уже нет выбора вебмани. То есть, тут вы можете либо с банковской карты, либо с киви, либо еще как-то платить. Короче говоря, переплатить вам придется существенно. Такой вариант, я вам даже говорю, что не стоит рассматривать, не стоит переплачивать. Лучше вот в этом случае пойти к нам в бота и купить. Тут тоже все полностью автоматизировано. Можете платить с карты и так далее. Но, блин, ну вы видели тут цены? Вот, например, карта на 50 баксов, вот на момент снятия ролика, в рублях обойдется вам 4690 рублей с банковской карты. Теперь переходим в нашего бота. И у нас карта стоит 4660 рублей. Но, напоминаю, я просто сейчас записываю ролик, и мы не успеваем следить за курсом. И поэтому не так быстро обновляем. Так обычно мы как бы следим за курсом. Если он падает, мы делаем цены дешевле. Потом это будет в автоматическом режиме, и разница, я вам говорю, будет просто космическая по сравнению с плотиру. Честно говоря, я думал, что через вебмани будет дешевле. Я-то этого считал, все курсы там перепроверял, и там реально выходило рублей на 50 дешевле 10-долларовая карта. А с 50-долларовой картой можно было вообще рублей 400, 500, 600 выиграть по сравнению с тем, что ты покупаешь на Бинансе. Но, блин, сейчас, короче, что-то поменялось, не знаю. Ну и давайте к способу, который 100% на который вообще ничего не может повлиять. Ни ураган, ни вьюга, как говорится. Вообще на все времена вот купил и пользуешься. Это картриджи. Они останутся с вами навсегда, и вы потом еще их можете перепродать. Но вы скажете, сейчас картриджи вообще не поступают в магазины. Фиг что найдешь. Цены заломили в космос куда-то. Но я вам скажу, что все не так плохо. Я бы даже сказал, что стало немножечко даже лучше, чем было до этого. Потому что разница теперь просто огромная. Раньше вы в официальных магазинах покупали картриджи там за 4-5 тысяч рублей. А на Али можно было заказать там за 3-5 тысяч рублей. Тут теперь в магазинах они 8-7 стоят, а на Али по-прежнему можно заказать за 2-3-5 тысяч рублей какие-нибудь супер крутые картриджи. И тут у нас есть два самых крупных магазина по продаже игр на физических носителях на Алиэкспрессе. Это Switch Family Store, ну он самый популярный. Там просто дофигища подписчиков, которые все постоянно заказывают. И тут вам эта же Зельда, ну уже на картридже обойдется 5 тысяч 950 рублей. В то время как покупают через нас 5 592 на текущий момент. Но тут картридж, как бы обратите на это внимание. Тут вы в США покупаете, да, с русским языком, да, она хранится у вас на консоли, да, вы имеете к ней доступ. Тут все как обычно, ну как в обычном e-shop покупаете. Но тут вы берете за 5 900 картридж. И при этом, если вы тут будете брать что-то на картриджах, да, какие-то эксклюзивы стоят дороговато. Но если вы спуститесь немножечко вниз, посмотрите, что есть по скидочкам. И вот, например, Зельду Skyward Sword, которую вы опять же в американском e-shop можете взять за те же 5 592 на момент записи ролика. Тут на картридже, на картридже, на физическом носителе вы можете взять всего лишь за 3 650. Тут на самом деле есть вот товары со скидкой. И вы смотрите, что тут вообще продают. А тут просто кладезь всего и вся. Тут продают вообще все. И это можно сказать официальный магазин, который очень быстро доставляет в любую точку России. И продают они, соответственно, тоже из России. И также есть еще один магазин с более крутыми скидками, но он находится только на телефоне и называется Meta Game Store. Тут выбор игр еще больше и цены зачастую еще выгоднее, но надо смотреть по скидкам. И раз уж зашел разговор о скидках, то скажу, что сейчас в американском e-shop, вот на момент съемки видео, Skyrim продается за 30 баксов, это меньше чем 3000 рублей. В то время, как даже на картриджах с Алиэкспресса, он хотя бы тут есть в наличии, сейчас очень мало, где можно найти Skyrim на картридже. Можно заказать за 5200, это очень хорошее предложение. И тут вот GTA-шка, например, 4600 стоит, Mario 4600, Smash Bros. вот стоит 4700. И ссылки на оба этих магазина я тоже оставлю в описании, чтобы вы могли перейти, ознакомиться, что там вообще продают и может быть что-то заказать. Тут не всегда можно ухватить прям за бесценок, но зато вы получаете физическую копию игры, и я вот на самом деле за то, чтобы покупать физические копии игр. Но люди просят, говорят, что они хотят покупать в онлайне, не у всех в регионах есть какие-то магазины, куда доставляют. Может быть и Алиэкспресс до них тоже везет, там 300 миллионов лет сейчас, кстати, что-то иногда проблемы с доставкой есть. То есть вот то, что из России доставляется, норм доставляется, а то, что везется из Китая, то придется до лета ждать, вроде как, насколько я понимаю. Так что меня очень часто спрашивали, где можно покупать игры, как можно покупать игры. Самый частый вопрос, как донатить Fortnite. Серьезно, как донатить Fortnite? Ну, вроде как с помощью кодов оплаты можно донатить Fortnite. Дело, конечно, ваше. Я вам лишь предоставляю очень удобный сервис, который вот продает вам коды оплаты. За ценой будем следить, за наличием тоже всегда будем следить. Надеюсь, никаких загвоздок, независящих от нас, не возникнет. Надеюсь, я смог вам помочь, рассказав, как можно покупать игры. А также надеюсь, что бот, созданный нашей командой, вам тоже поможет. На экране сейчас люди, которые поделились своими играми, чтобы вы могли играть в них по моей подписке на Boosty. А также на экране люди, которые поддерживают меня больше, чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо. А на этом у меня все. Всем удачи и пока.